Друзья, всем привет! Сегодня понедельник, и я еду в посольство. Выскакивают на дорогу, кричат, что ты уже уезжаешь, когда тебя это само заказывает. Я говорю, мне показывают, что ты там стоишь. А русских много вообще здесь в Варшаве? Да, много. Это русские девчонки были? Да нет, полячики. Ну а тут сезон когда такси? Самый такой. Ну, по весне было более-менее. То есть даже весной можно 100 евро спокойно заработать. Ну, наверное, нужно работать там целые сутки, да, чтобы... Ну, не сутки. К сожалению, снимать не разрешили. Так обычно и бывает. Очередь по утрам формируется здесь и заходит уже вовнутрь. Так все это выглядит. Когда приедете в Польшу, в Варшаву, ставить печать в своем паспорте, как раз окажетесь здесь, в посольстве Германии. А вот оно, как вот сзади меня. И сможете поставить визу. Это посольство Франции в Варшаве. Так это выглядит красиво. Вы будете здесь, если Евгений найдет вам вакансию во Франции от польской компании. Поедете на три месяца, а визу будете получать здесь. Так выглядит посольство Канады здесь, в Варшаве. Кстати, тоже лояльно относятся к гражданам СНГ, у которых виза, рабочая виза в Польшу. Через месяц можете спокойно приезжать сюда и подавать на визу. Как всегда, все супер. Классные вагончики. Скоро будут шицинники у Жени. Завтра вебинар не пропустите, друзья. Мой старый друг. Котел, все работает. Так отдыхают в провинциальных городках Польши. Шесть часов от Варшавы. Цивилизация. Лыжи. Дорожки для плавания. Wi-Fi работает очень хорошо. Там кабинки для переодевания. Песочек. Никакого алкоголя, сигарет. Все для людей. Никаких денег за вход. Пойду поплаваю. Uber и Bolt. На такси? Да, такси. Работают. Но вчера таксист рассказывал, что у него были моменты. То есть есть благоприятные месяцы, когда очень много и поляков, и туристов. В Варшаве есть, и не будет приятные. Ледние, зимние. Закончился вебинар. Хорошие статистики. Зарегистрировалось более 70 человек. Остались в конце 53. Это, кстати, польское сельскохозяйственное предприятие. Здесь очень высокие зарплаты. Так выглядит музыкальная школа в провинциальном городке Польши. Цена за солярку и бензин чуть-чуть больше одного евро. В переводе на рубли это где-то в районе 70 рублей. Это как в Москве. Один в один. Вот вам и Евросоюз. И Москва.